Мы позавтракали. Думаю, схожу в магазин и куплю сахар. У нас тут во дворе магазинчик. Так быстро сбегала за 5 минут. Хочу варить варенье из айвы. Привезли с дачи айвы. Что это такое, кто не знает, можете почитать в интернете. Это маленькие лимончики, как я их называю. Они очень полезные. Я обязательно заморожу. Потому что они у меня идут вместо лимона. Добавляю в блюдо. В рыбное блюдо. Курицу когда запекаю. В общем, айва у меня идет. Как я буду готовить, буду вам показывать. Для начала надо ее помыть, перебрать. Тут кое-что есть уже не очень качественное. Ее выбросить. Но я рвала хорошую. Переберу, почищу. Засыплю сахаром. Айва кислая, наверное, килограмм на килограмм буду сыпать. Точные рецепты смотрите в интернете. Может быть, добавлю сюда тыквы. Может быть, яблок добавлю. Посмотрю. Может, варенье с сорти сделаю. Я вам все буду показывать. Все, не уходите, будьте со мной. Айва разная. Я сейчас переберу ее, да. В крапинку и в бубочку. Побрезаем. Вот видите, она вырастает. Это не грязь. Она такая вот. А вот такая. Нормальная. Пятнистая. Как зебра. Как зебра. Тоже такая. Ну, так в принципе. Здесь у меня вот два с половиной килограмма. Ну, косточки грамм двести. Пусть. Ну, пусть два килограмма я сделаю. Значит, на два килограмма понадобится, скорее всего, два килограмма сахара. Может, даже чуть больше. Буду пробовать. Все. Ой. Она туговатая. Да. Она, как, можно сказать, каменная даже. Не то, что туговатая. Ее просто так вот. Вот. Я со всей силы сжимаю. И невозможно не поломать ее. Это половинка. Вот, да. А смотрите. А вот это прям как лимон, да. Смотри форму. Ну, лимончик, лимончик. Тук-тук. Где отец стучит? Да. Я буду резать айву на четыре части. Удалю косточки на четыре части. Вот так. Будем варить с вами варенье из айвы. Мы еще с прошлого года не съели. У нас есть. Доедим. Ну что, работа у меня кипит. Смотрите, какая все-таки она красивая-то айва. А пахнет лимоном. То есть пахнет-то айвой и лимончиком. Очень вкусная. Очень вкусная айва. А тем временем я вчера разморозила вечером вишню. А размораживаю я как? Достаю с холодильника замороженную вишню. Вот, кстати, положила целую такую чашку. И ставлю в холодильник. Не в теплое место на стол. Это я так вычитала, чтобы ягода сохранила больше витаминов. Надо ее ставить в холодильник на разморозку. Ну, на полочку положили. А вот мы утром сейчас... Ну, не утром, уже полдвенадцатого. Сейчас съедим с Сашей. Сделала морс из протертой клюквы. И выпью стаканчик. Саша захочет, я его сделаю. Все. Совмещаем приятное или полезное с приятным. Правильно так сказать. У нас есть орехи. Сейчас Сашу заставлю и вкусно колет. Ну, где-то мы по пять-шесть орешков съедаем. Вот такие дела у нас на кухне. Машинка стирает. Саша там своими делами занимается. Я своими. Больше на кухне. Золотой у меня муж. Он мне всегда во всем помогает. Иногда меня, конечно, ругает. И я его ругаю. Нам кто-то написал. Покажите, как вы ссоритесь. Так? Вопрос был задан. Это такая тема, что все ссорятся люди. Но ссорятся, мирятся. Без этого неинтересно жить. Правда? Да. Не знаю, как насчет интересно, неинтересно. Но это жизненная ситуация. Никуда от этого не денешься. Надо, конечно, избегать. Стараться избегать. Камеру поверни. Да. Находить консенсус, как говорил Горбачев. И жить дружно. Так, ты не отлынивая. Давай его... Ага. Я поняла. Вон, видишь, я тебе работу... Я твой намек поняла. Смотрите, как мы быстро вдвоем делаем. Пока Саша был занят, я немножко, ну как немножко, вот подбирал это на заморозку и на варенье в эту миску. Саша приходит, говорит, давай я тебе помогу. Говорит, да давай, быстрее будет. А то, говорит, сейчас я буду копошиться, то до обеда. И мы с ним быстренько, вот, смотрите, он режет на 4 части, а я удаляю семечки или косточки, правильно так назвать. И все, работа у нас кипит. В общем, а его я буду варить с тыквой. Пахнет лимончиком, апельсинчиком. Да, вкусно пахнет. Вот так мы и живем. Работаем, отдыхаем, да, Саша? Чем ты сегодня вот занимался, скажи? Да, Маша, небольшая проблема возникла. Я обычно монтирую фильмы на планшете. Планшет у меня, можно сказать, с последними характеристиками, с последними новшествами. Он у меня новый Samsung Tab 5 SE. Я на нем выполняю всю работу. И загружал фото, это уже когда загружается видео. Есть возможность поменять фото на то, которое ты хочешь. То есть, сделать обложку на то видео, которое вышло. Вот уже где-то три видео фото перестало ставиться. Одним словом, проблема. Фото какое, которое мы хотим поставить? Которое мы хотим? Ну, может не так я объясняю. Которое мы хотим, да, поставить. Как сказать? Когда книжку издательство выпускают в свет, то делают обложку. Вот и у нас точно так же. Видео выходит, и выскакивает произвольное фото. Чтобы его поменять, я обычно сам что-то монтирую. Выбираю какую-то фотку и потом ее вставляю. Ну вот, почему-то перестала работать эта функция. Не могу загружать я фото. Достал свой ноутбук. И через ноутбук, через уже, как говорится, стационарный компьютер все получилось. Все хорошо. Ноутбук-то ты достал, а полдня искали. Зарядное, да? Да все забывается. И куда зарядное положили от ноутбука. Всю комнату перерыли, в прихожке перерыли. Говорит, пойду в подвал. Ага. Я говорю, да вряд ли ты его в подвал. Ну, нашли, слава богу, нашли. А нашли где? Я говорю, Саша, помню, он был. Это зарядное устройство было в пакете. Оно большое такое, да. Говорит, его нельзя не увидеть. Все перерыли. Провод толстый там, такой массивный. Надо же, в однокомнатной квартире потерялось зарядное устройство. Такого быть не может. Там не столько зарядное, сколько это, наверное, выпрямитель. С 220 вольт. Не знаю, на сколько вольт там, но неважно. Переходник такой. Скорее всего, это... А зарядное лежало на видном месте. Саша туда смотрел, но просмотрел. Думаю, дай-ка я еще залез. Говорит, Саша. Вот, слава богу, нашли. Вот такие у нас бывают. Нашли, включил ноутбук. Надо мне войти в Танин аккаунт гугловский. Ввести там логин, пароль. Начинаю тыркать. Клавиатура не переключается на латинские буквы. Почему? Ну, не выходит и все. Семерка стоит еще в Windows. Раньше работала, сейчас не работала. Повесь в интернет искать. Спрашиваю, как переключить. Хорошо, нашел там внизу на панели задач. С правой стороны стоит RU. И одним словом там переключил. Все забывается. И меняется. Мы его отключали. Да, он у нас был отключен. Ноутбук больше года. Так что, чего удивляться. Конечно, забывается. Вот так. В жизни всякое бывает. Приходится на версты вспоминать что-то. Айву почистили. Это такими дольками. И небольшими, и чуть большими. Оно так интереснее будет варенье смотреться. И видно будет, что это айва. Сейчас взвешу. Ну, приблизительно у меня здесь два килограмма. Сейчас еще раз перевешу. У меня, по-моему, есть видео, как я варила варенье с айвы из тыквы. Надо самой полистать. Но все не буду варить. Все на глаз. На килограмм айвы, килограмм сахара. Потому что она кисловатая. И тыквы. А тыквы, так, тоже на глаз. Сколько у меня есть, столько и добавлю. Сюда, в кастрюлю. Где буду варить варенье. Все. Засыпали его сахаром. И ставлю. Пусть она дает сок. Ну, может быть, до вечера пусть стоит. Посмотрю. Купили вчера манки. Творожок у меня уже был. Я его чуть раньше покупала. И кефир был. Сегодня приготовлю, наверное, запеканку. Как я ее делаю, я много раз показываю. У меня есть видео. Несколько рецептов, как я готовлю. Вот сегодня что-то так захотелось. Ну, по рецепту надо 400 грамм творожка. Ну, нет, 400 грамм у меня только 350. Ну, 50 грамм туда, 50 грамм туда. Мне так нравится, когда россияне показывают свои покупки или завтраки, или за столом сидят, например, едят творог. Так, именно вот наш, брестский. Спасибо вам большое, что вам нравится наша брестская продукция. Замечательный творожок, рассыпчатый. Так, это я не хвастаюсь, а рекомендую. В России тоже много чего вкусного делают. И полезного. И мясных продуктов, и молочных. Саша мне кричит. Он же любит мне подкалывать. Главное, витамины там есть. Творог надо есть. Пятипроцентной жирности, но не ниже. Тоже вычитала. И не выше, вот лично в моем возрасте. Я пенсионерка, мне желательно кефир нежирный, а я вот взяла три-четыре. А творог надо есть пятипроцентный. Что еще? Сметану 15% лучше кушать таким девушкам, как я. Вот так вот. А вообще побольше, побольше фруктов, овощей. Сегодня разморожу еще каких-нибудь ягод у меня есть в морозильной камере. Всякие есть, какие уродились. А то я раньше, знаете как, все берегу чуть ли не до января месяц. Потом начинаем есть. Мы это не съедаем. Говорит, Саша, все. Начался сентябрь, осень. И будем доставать свои ягоды. Еще прошлогодние у меня там кое-какие есть. Сейчас будем варить компот, кисель по утрам с кашами. Будем есть ягоды. Вот нам еще надо, знаете, запастись облепихой. Обязательно. Вот сейчас немножко надо освободить камеру для облепихи. Много я не буду ее заготавливать. Вернее, мы не будем много заготавливать, потому что у нас много ягод в этом году. Уже листья облепихи я с Сашей, мы с Сашей заготовили. Так что будем пить чай, вот может сегодня на обед. И заварю чай из листьев облепихи. Так, все, ребята, заканчиваю съемки. И у нас скоро обед. Подготовка к обеду. Селедка с луком от солнечного масла, немножко уксуса. Это как, кто захочет. Курица, помидоры. Это листья облепихи. Я заварю сейчас чай. Можно добавить в чай еще айву. Курица у меня будет. Макаронное изделие. Сейчас как раз они отвариваются. А суп, лапша с индюшкой. Это у меня будет на первое. Ржаной хлеб бездрожжевой. Ну и все. Я думаю, достаточно. Нормальный, полноценный обед. Так, так. Можно было бы еще свеклу почистить. Она у меня уже отварная. В холодильнике лежит. Но я решила, может быть, сделаю винегрет. У меня еще осталось немного квашеной капусты. И она мне как раз и пригодится. Потому что скоро можно будет новую квасить. Уже осень. Сейчас начнутся ярмарки. Вот так вот. Когда налью суп и положу в тарелке гарнир, еще раз вам покажу свой обеденный стол. Ура, ура, ура. Меня пригласили не только обедать, а как и главного попадальщика. Попадальщика. Он не перенес там в смысле. Таня говорит, бери камеру. У тебя лучше получается. Сам себя не похвалишь. Кто не похвалит? Похвалит. Суп. С индейкой. С индейкой. Макароны с курицей. Помидоры. С селедка. Я думаю, просолилась уже. Просолилась. Это нет. Это не на обед. Не подумайте. Мы такое не грызем. Не очень. В чай-то можно отрезать кусочек? Очень туповатый. Вот. Каменная олива. Ну и что? И все. Хлебушек. Всем приятного аппетита. И чай с облепиховыми листочками. О, как еще лучше. Чай с облепиховыми листочками. Все, ребята. Всем пока. Всем здоровья. И нам тоже. Нам тоже. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok